Девушки отдыхают 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 Потому что, как мне кажется, на больших расстояниях вообще заправок не будет. По крайней мере, по памяти 3-4 летней давности. Полоса дороги вроде бы асфальт, но в то же время очень много щебенки. Полосит под днище автомобиля. Двери, если против солнца. По-моему, за самого дохода ситуация не изменится. Солнце будет пить в лицо. Ну, тем легче будет, дай бог, завтра с утра. Если погода будет ясная, то солнце будет в спину. Широкая проезжая часть, широкое полотно дороги. Грубая швальт, не мягкий. Шумит резина. Ну, разметки пока нет. По всей вероятности, дорогу только делаю. Обочина обработана мелким гравием. То есть, гравийная обочина. Движение в средней интенсивности. Очень легко поймать камень от попутных и встречных автомобилей. Поэтому скорость максимально снижаем. Дистанцию перед впереди идущим автомобилем держим безопасную. Большая неприятность это поймать камень лобовым стеклом. Трудно различить, где обочина, где проезжая часть. Одного цвета. Нет разметки. Только по барабану щебенки от нищек кузова понимаешь, что одним колесом заехал на обочину. Жара в картинках дневная спала. Очень много маскары. Просто очень много. Не знаю, насколько хватит чистого стекла. Посмотрим. Будем двигаться максимально медленно. Если слышно, это вот щебенка молотит план с днищей автомобиля. В принципе, уже можно подбирать место для привала. В движении нахожусь уже, по-моему, 14 часов. Но усталости нет. Второе дыхание еще не наступило. Но нет усталости. Тем не менее, нужно уже подыскать место для привала. Хотя ехать еще нужно. Переднее левое колесо подправливает. Приходится дважды в день откачивать. Очень интересная технология. Что-то я особо не вижу. Витума. В обычном принятом понимании. Но полотно дороги довольно-таки приличное. И двигаться приятно. Ровное. Интересно, на долго ли хватит такого? Полотно. Война, через сомоги. Просто вижу. Косок катается. Резиновый. Укатывает. Автомобиль. Идет себе хорошо. В движении. Устойчив. Расстраивает одно. То, что на холостых оборотах как будто бы троим. Такой звук. И то, что не работает кондиционер. Чем причина? Ну, надо диагностику делать. Редохранители целые. Проверял. Индиктор на включателе кондиционера. Светится. Что-то, наверное, с компрессором. А может быть, охлаждает. Жидкость там. Такой фреон. Или хладон. Я не знаю, что использует. Может быть, его нет. Потому что ведущий хозяин, когда передавал автомобиль, сказал мне, что кондиционер работает плохо. Но это он спугавил. И работает, только он вообще не работает. После того, как заменил прохранители, вчера поработал, день, сегодня отказался. Сдал заезжать в мастерскую, у меня нет полномочий. Тяжелые будут сегодня тянут. Я имею в виду температуру. Было очень душно, жарко. Постоянно в напряжении за видеорегистратор. Вообще, этот язык в Москве, Соргос, Москва, он не очень такой комфортный. В поезде жара была невыносимая. Просто жуткая жара. Влажность высокая, вентиляция никакой. В запад наши глаза снизились. Стекла были грязные. Невозможно было сгибать абсолютно. Теперь постановилием, значит. История повторяется. Движение двигателя работает ровно, без рывков, без толчков. на холостых, конечно, напрягает. Чек-энжин не горит. Это уже радует. потому что в момент, когда получал автомобиль, постоянно горела лампочка Чек-энжин. красота просто потрясающая. Не правда ли? горы, ущелья, леса высокие, хвойные, листиница. участок трассы между Екатеринбургом и фельмью, если мне не изменяет память летней давности, то очень неравномерно распределены заправочные станции. Где-то густо, где-то пусто. Но сейчас, если не ошибаюсь, примерно на расстоянии 100 километров не будет ни одной заправочной станции. По крайней мере, два года назад не было. Дорога была разбитая, хабистая, но сейчас, слава богу, сделали. По крайней мере, он сколько проехал, дорога и до безборез. Нормальная дорога. 5 баллов, конечно, заставить трудно, но 4 с плюсом нужно оставить не ошибаюсь, не ошибешься. достаточно много вдоль дороги крестов, пинков, цветов, ваз. Но это места, где когда-то кто-то погиб. Просто напоминание всем водителям. но красота, оцените, дорога проходит по пересеченной местности, местами поравнение, местами полнистая такая горы, спуск, подъем. Довольно-таки продолжительные спуски, подъемы. Горы утопают в лесах. Распушевалась природа. Но, к сожалению, это только на экране монитора или из окна автомобиля. К сожалению, эта мошкара, она достает. Глубый изобретен такой гель, мастер, я не знаю, прибор, который бы на расстоянии хотя бы трех-четырех метров не попускал к человеку мошкару. Напоминаю, что вы смотрите участок трассы от Екатеринбурга до Перми. Потрясающей красоты природа, холмистая такая холмистая территория, холмистая покрытая ровным издалека кажется, как будто бы газоном. Ровное зеленое покрытие. И на нем такими шматками, кусками, шлепками рощи, Отдельно стоящие деревья, рощицы кучкуются. Субботи услышали мои просьбы и солнце немножко прикрыли облаками. До Перми примерно километров 250. Может чуть больше, может чуть меньше. Должен сказать, что по сравнению с полотном дороги 3-4 летней давности ситуация резко изменилась. Просто трудно узнать. ровное широкое по одной полосе в каждую сторону с обочинами просто я очень сожалею, что вы не можете полностью оценить всю реальность этого. То, что видом боковые окна, я не могу головой вертеть постоянно. буйство природы плюс запах вот такие лисеницы, хвойных деревьев, самой травы. Все это смешивается и непередаваемый букет с лопохом. призываю всех, у кого есть возможность проедьте по России от начала до конца хотя бы один раз. Такое впечатление останется не просто галопом за пару недель, а месяц хотя бы. Хотя бы месяц. А еще лучше четыре раза проедьте Россию вдоль и поперед. Весной, летом, осенью и зимой. Че-то клакают на 15-м канале, я ничего не понял, не разобрал. О чем-то о своем девичьем. да, я должен с радостью сообщить вам, что я ошибся. Достаточно часто попадаются заправочные станции. Достаточно часто. лисистая, гористая местность перемежается с болотистой местностью. это болото, запах болота, естественный запах. И почему болото у людей пользуются дурной славой, мне, например, непонятно. Это экологически чистое природное образование. обгоняешь, е-мое. Я ее пропускаю, она тоже притормаживает. Болото самоочищается, само восстанавливается, само регулируется. в болоте живут где животные, лягушки, змеи и прочее, которые не смогут жить в отравленной ядовитой обстановке. Мне, например, болото очень нравится. что-то там комары, но это отдельная песня. Это отдельная песня. Навигатор постоянно трендит. Бавки скорости, неровная дорога, опасные участки и так далее, и так далее. Подупреждает сбавить скорость до 40 километров. скорости, как вы видите, на деле все обстоит уже не так плохо, как было 2-3 года назад. Тогда да. Но у меня, видать, старая версия карты. нужно будет обновить и посмотреть. То есть ничего общего с тем, что подсказывает навигатор, нет. Дорога хорошая. 4 с плюсом, по крайней мере, он сюда подъехал от Екатеринбурга. Твердо 4 с плюсом поставить можно. Побольше бы моделей, зон отдыха. Это очень хорошая альтернатива была бы южному варианту. Через Пензу, Рязань, Пензу, это альтернатива. Движение не очень интенсивное. Но по всей вероятности водители до старой памяти помнят, какая была дорога. Поэтому остерегаются по ней ездить. Не знаю, что будет дальше, но по крайней мере впечатление трассы очень хорошее. Маловато, говорю, мест для стоянок для отдыха. Очень мало людей, которые продают на трассе вторые природы, там ягоды, орехи, ну и так далее. Между Екатеринбургом и теменью это дело гораздо лучше налажено. Ну, я думаю, пройдет немного времени и северный вариант. дорога просто замечательная. движение ремонтирует очень ровная гладкая полоса. не знаю, как далеко она протянется. Если осторожно сделали полностью, то я буду предпочитать этот вариант движения на восток. Там, правда, среди очень сильные ровные не знаю, сейчас пока рано говорить, но смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тут заправка и небольшой магазинчик, еще бы огромную стоянку на трассе, чтобы больше грузы, маленькие машинки, могли остановиться, переночевать. Асфальтированные, а то иной раз остановишься на ночевку, вроде бы и нормально вечером, а утром, ночью дождь прошел, утром встаешь по коленям, по щиколотку, в грязи. Это, конечно, должно быть сделано на уровне, поставил колонку заправочную, будь добр, сделай большую асфальтированную или бетонированную площадку. Постепенно вот эти гиганты, как Газпром, Лукойл, они ее выписнят, выпискнут остальные. Мелкие, мелкие, мелкие заправки. Могут последние годы, но просто не узнаешь Россию, не узнаешь. Настолько сильно изменилась дорожная сеть в лучшую сторону. Инфраструктура начинает появляться на трассе. Это все в комплексе. Когда это все будет сделано, такие модели, ну, хотя бы один на 100 километров. А тогда и поток туристов пойдет. С запада на восток, с востока на запад. На самом деле, кому охота терять отпуск, трястись по ухабинам, по колдобинам. Расстрясти свой организм, себя и уставший, и замученный. Пусть будут и платные дороги, коммерческие, но не путем перевода коммерческий фонд федеральных транс, государевых дорог. Вот пусть строят альтернативу вот этой трассе Екатеринбург-Перинь отдельно. Ну, может, она будет более прямая, может быть. Пусть там и эти дежурят постоянно страховые комиссары, техпомощь, эвакуаторы и так далее. Но ни в коем случае не отнимать, вот знаете, вот, государевые дороги и не отдавать в руки, в кавычках, комиссантам. Я вам въезду по трассе Дон. Это просто слезы. Не хочу даже поглублять эту тему. Проверил наличие связи. Мегафон и МТС. Связь уверенная. Радио-ФМ. Какую-то одну радиостанцию. Как называется. А потом. Мэйк какой-то, не знаю, вообще непонятная. Не на русском языке. Одна радиостанция и то работает неустойчиво. С хрипом, со скрипом, со скрежетом. Сейчас проехали участок дороги, но, к сожалению, вы на видео это не увидите. Очень здорово напоминает пейзаж. Очень здорово напоминает пейзаж Райские горы, перевал. Где-то стоит поселок. В котловании, в огромном котловании, вот в Сим, городок находится, или поселок городского типа. А по краям, смотри, с серпантином дорога проходит автомобильная. Но сейчас тоже самое, примерно такая же картинка. Такая же картинка. Это огромнейший котлован. Внутри, на дне этого котлована, какой-то поселок, не знаю название. Видно, домики там маленькие такие стоят. А по краям эти вот горы, покрытые лесом. Отдельные участки, ну такие вот зеленые поляны, прогалины. Противоположная сторона, как раз проезжали по краю, я посмотрел мельком. Противоположная сторона, подергнута голубоватой такой дымкой, то есть чувствуется огромное расстояние. Затяжные подъемы, вернее, как правильно, литерные подъемы, затяжные спуски. Литерный подъем, затяжной спуск. Затяжные подъемы, затяжные спуски. Водоем машина работает, ребята. Клиент попался, едет на саюсе, сейчас они его примут. Это наш мотор, таких надо побольше, пусть мы взяли. Клиент попался, едет на саюсе. Клиент попался. Вы знаете, я хочу поделиться одним наблюдением. В салоне автомобиля я использую электронную сигарету, как парогенератор, можно назвать, или ингалятор. Вы знаете, вот что-то поменьше стало гоноров вроде бы. Они вот были в салоне, я вот немного попарил, и куда-то они одевались, не знаю. Может быть они боятся, потому что запугивает запах малины. Вот такое непроверенное наблюдение я вот заметил. Сработал радар-детектор. Где-то стоит, а может мы его уже проехали, инспектора. Радиус действия до пяти километров. В первых частей тут такая у радар-детектора, у белки, что он воспринимает стандартный сигнал радара до пяти километров. Я имею ввиду мощность. Тандартной радарной установки до пяти километров. Кого-то подцепили, видать. И инспектора знают, что многие машины оснащены тандарт-детекторами. И поэтому особо им не балуются, не засвечивают его. Когда уже, видать, на глаз. Да. Я плачу радар. Да. Да. Девочка. А. 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 Нази. Продолжение следует... 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 В нём было очень жарко, поэтому не было желания не комментировать, не разговаривать. Почему? Так, второй день заканчивается. Сейчас найдём место для ночёв. И это уже можно подвести итог трассе на участке от Екатеринбурга до Перми. Дорога в хорошем состоянии. Четыре с плюсом.